Маленькая Роза одиноко сидела в огромной парадной гостиной. В руках она сжимала крохотный носовой платочек. Он был нужен Розе, чтобы вытирать слезы. А слезы так и лились из глаз девочки. Стоило ей только подумать о своем горе. Вот она и держала платок на готове. В гостиную она пришла потому, что здесь было темно и тихо. Никто не мешал ей плакать и думать о печальном. Лучшего места для грусти, чем эта просторная комната со старинной мебелью и темными портьерами на окнах. Нельзя было и придумать. Высокие стены украшали портреты суровых стариков в париках, надменных дам в причудливых головных уборах и детей, одетых в куцы и сюртучки и платьица с короткими лифами. Да, это было отличное убежище. А весенний день, стучавший в окна, казалось, говорил «Ты плачешь, и я плачу. Давай плакать вместе». А плакала Роза потому, что осталась круглой сиротой. Мама ее умерла несколько лет назад, а теперь не стала и папы. Старые тетушки отца, добрые и заботливые, взяли на себя заботу о девочке. Они хотели видеть девочку счастливой, с улыбкой на лице. И делали для этого все, что было в их силах. Но время шло, а Роза по-прежнему оставалась печальной и совсем не была похожа на других беззаботных детей. Она напоминала старым леди несчастную раненую бабочку. Тетушки разрешили ей ходить по всему дому, и целых два дня она была занята изучением своего нового жилища. То был старинный, полный очарования дом с великолепными комнатами, уютными закоулками, коридорчиками и таинственными переходами. Окна разной формы, крохотные и очень большие, но неизменно красивые, располагались в самых неожиданных местах. А чудесные маленькие балкончики выходили на романтичного вида садик. Верхний зал был настоящим собранием чудес. Дело в том, что все Кэмпбеллы из поколения в поколение становились морскими капитанами, из дальних странствий они привозили домой всевозможные редкости, самые разные удивительные вещицы и многочисленные любопытные диковины. Тетя Изобилия. Надо сказать, что когда-то, давным-давно, племянники дали своим тетушкам шутливые прозвища. Одну тетушку они называли Тетя Изобилия, потому что в ее обширном хозяйстве можно было найти все, что только душе угодно, а щедрость этой леди вообще не была.